Всем привет! Сегодня для вас будет новость, а точнее тем, кто смотрел вчерашний эфир, это уже не новость. Вот такое сообщение, месседж от меня, это новый выпуск, новое включение. Я расскажу вам, что в ближайшем будущем я переезжаю в Иран и буду играть в иранском чемпионате. Расскажу вам немного о своем иранском переходе. Если честно, то переговоры начались примерно две недели назад. Мой европейский агент сообщил мне, что есть интерес от одной из иранских команд. Обозначил интересные условия. Я начал всерьез рассматривать этот переход. Уже мы договорились об условиях контракта, но почему-то клуб из Ирана перестал выходить. Точнее нет, он выходил на связь, но движений никаких не было. Я подумал, что это пауза и, скорее всего, переход сорвался. Как неожиданно через несколько дней, точнее два дня позавчера, мне набрал европейский агент и говорит, что есть интерес уже от другого клуба, с которым буквально переговоры длились, ну не знаю, несколько часов. То есть я тренировался в Казани и он мне присылает контракт, говорит, все готово, подписывай. Я завершил свою тренировку и подписал контракт. Ну и, соответственно, официальный переход состоялся вчера. В общем, что я знаю об иранском чемпионате? Абсолютно ничего. Единственное, мой партнер в иранской команде будет Никола Дракович, с которым я играл за Спартак в Санкт-Петербург. Мы уже с ним несколько раз разговаривали, он мне рассказал об условиях, рассказал о команде, рассказал, что чемпионат очень интересный и сильный, и что, в принципе, у нас есть неплохие шансы, потому что команда неплохая, он уже находится на сборах. Я присоединюсь к команде чуть-чуть позже. Правила иранского чемпионата, которые я точно знаю, что разрешены только два иностранца, но, соответственно, в нашей команде буду я и Никола Дракович. Вот, в принципе, мои знания об иранском чемпионате заканчиваются. У них явно есть какие-то проблемы с Википедией, с освещением турнира, потому что информации мало и очень сложно найти. В общем, из условий контракта я буду жить в гостинице, потому что иностранцы живут в гостинице, это вроде как, ну, по крайней мере, Никола мне сказал, что это отличная гостиница, то есть питание и проживание, все включено. У меня будет водитель, который будет помогать мне везде, ну и плюс менеджмент, с которым я общался, разговаривает на английском, причем разговаривает спокойно. Жить мы будем в городе Тегеран, и поэтому проблем, в принципе, возникнуть не должно. Я понимаю, что, возможно, для вас это будет тема для обсуждения, стоило ли ехать не в Иран, или стоило завершить карьеру и попробовать себя в другой роли. Решение о продолжении моей карьеры мы исключительно принимали внутри своей семьи, и жена поддержала мое решение. Пускай я понимаю, что это будет тяжело, потому что мои знания равны нулю об Иране. Сейчас в российском баскетболе непростая ситуация. Как мы знаем, у баскетбольного клуба «Химки» были финансовые трудности, и они вынуждены играть в суперлиги. На одну команду в ВТБ стало меньше. Вы только посмотрите, сколько ребят сейчас находятся без работы. Высококлассных мастеров. Виталий Фризон, Егор Вяльцев, Сергей Монья, Максим Григорьев, Петюк Банков. Эти все люди сейчас без работы. И стоит вопрос вообще в целом о продолжении карьеры. Поэтому я лично для себя решил, что я хочу играть в баскетбол. И если для того, чтобы мне играть в баскетбол, мне нужно поехать в Иран, я готов. Потому что я люблю эту игру, и мне хочется проверить себя на этом уровне и почувствовать себя, скажем так, в шкуре иностранца, где от тебя лично будет зависеть исход матча. Касательно переезда в Иран, я полечу один. Потому что, во-первых, сейчас страна закрыта на въезд. По крайней мере, вчера была эта информация, что она закрыта на въезд туристический. И поэтому я смогу полететь только по рабочей визе. Моя семья останется в Казани. Вот. Опять тот же Никола мне рассказал, что будут те самые окна Фиба для сборных. И вроде как в эти окна меня будут отпускать домой. Я очень на это надеюсь. Вот. Сезон будет длиться до апреля. И дальше плей-офф. Ну, в плей-оффе зависит, как далеко команда пройдет. Вот. Но я надеюсь, что, опять же, там на Рождество, возможно, меня отпустят. И, ну, опять же, я служу только по разговорам с Николой. Он сказал, что руководство более чем лояльное. И дает возможность игрокам... Точнее, делает все условия для игроков. Вот. Лететь, благо, до Москвы там совсем недалеко. Ну, поэтому надеюсь, что у меня получится вернуться домой. И вообще повидаться с семьей. В общем, сентябрь для меня выдался безумно интересным. Я попробовал себя во множестве новых профессий. Точнее, из последнего. Я дебютировал в чемпионате, внимание, ветеранов. То есть я сыграл. Я никогда не думал, что я буду ветераном. Но я дебютировал в чемпионате. Моя команда выиграла. Я получил MVP. 35 плюс был крутой турнир в Санкт-Петербурге. И я играл за команду биржа. Мы победили. Я поучаствовал в онлайн-шоу. Мы сделали безумно крутой проект с ребятами. И я думаю, что вы увидели. Этот проект взял мяч. И это крутой опыт. И новый опыт для меня. Вчера я дебютировал на канале Матч ТВ в качестве комментатора. В общем, сентябрь был безумно насыщенный. И, честно говоря, мне понравился этот формат. И я с болью в сердце вынужден поставить паузу. Я не прощаюсь. Я более чем уверен, что я продолжу развиваться. И продолжу качать на онлайн-просторах. И не только. Но это новый вызов для меня. Потому что я действительно хочу себя проверить. Как игрока, в первую очередь. Мне интересно проверить свое внутреннее я. Смогу ли я быть тем лидером. И смогу ли вести свою команду к победе. Это вызов лично для меня. Который я готов принять. И готов проверить себя. Безусловно, безусловно, мне интересно посмотреть, что такое Иран. Потому что мы ничего не знаем. Вот я лично со своей женой, мы пытались изучить, добыть информацию в интернете. И ее безумно мало. То есть я буду жить в Тегеране. Что такое Тегеран? Есть какая-то информация. Говорят, что это очень красиво. Мне самому это интересно. Потому что я, честно признаюсь, наверное, так же, как и вы. Абсолютно не имею представления, что это такое. Поэтому для меня это, безусловно, новый опыт. Новая страна, о которой я ничего не знаю. Но с удовольствием хочу узнать, что это такое. И поделиться этим с вами. Мой иранский агент. Или я даже не скажу, представитель Ирана. Сообщил мне, что, скорее всего, в этот вторник моя виза будет готова. И в среду я, скорее всего, полечу в Иран. Вот. Я надеюсь. Точнее, я не надеюсь. Я уверен, что я задержусь на полдня в Москве, чтобы доснять подкаст специально для вас. Потому что первая часть подкаста уже готова. И она просто бомба. Мы разговаривали два с половиной часа. И это было просто феноменально. Это был отрыв башки. Эта вся история настолько вдохновила меня, что я на самом деле... Ну, это новый опыт для меня. Я никогда в жизни не записывал подкаст. Что это? Это был просто разговор по душам, разговор из жизни. Но он настолько перевернул вообще мое сознание. И мне хочется безумно с вами этим поделиться. Поэтому напоминаю, как только появятся тысячи подписчиков на канале Панкрашоу, я сразу же заливаю этот прекрасный подкаст для вас. Честно признаюсь, за два дня я до сих пор не выучил название команды. Я выучил название команды, которая сделала мне предыдущее предложение. Я знаю, как оно называется. Эта команда очень сложная, со сложным названием. Я читаю исключительно пока по бумажке. Но обещаю, что я выучу. И к моменту приезда в команду я уже смогу произнести название команды. В общем, это были последние новости из моей жизни. Надеюсь, я смогу для вас делать подкаст из Ирана. Подкаст? Почему подкаст? Надеюсь, я смогу делать Панкрашоу из Ирана. Всех обнимаю и всем пока!